Всем добрый вечер. Итак, мы наконец начинаем нашу сегодняшнюю вечернюю лекцию о том, как вирусы помогают вернуть зрение. Я напоминаю, что данная лекция организована большим проектом, большим замечательным проектом под названием «Летняя школа» и в частности биологической мастерской, мастерской биологической отделения. Мы занимаемся тем, что учим разных детей биологии. Сегодняшний наш лектор Марьяна Иванова, кандидат медицинских наук, руководитель научно-исследовательского центра «Автальмик». И сегодня она расскажет о том, как же вирусы помогают вернуть зрение. Спасибо, Вера, за представление. Здравствуйте. Я очень рада приветствовать всех в этом зале, а также тех, кто смотрит нас онлайн. Спасибо, что вы выбрали время в этот уютный осенний вечер присоединиться к нам. Сегодня мы рассмотрим, что может дать возможность редактировать геном, так как возможность возвращать зрение связана напрямую с тем, как мы можем редактировать те функциональные нарушения в клетках, отвечающих за зрение человека. Поэтому я предлагаю сначала познакомиться, и чтобы определиться с тем, насколько сложно мы будем разбирать материал, скажите, пожалуйста, кто считает себя биологом-любителем или биологом-профессионалом, и кто новичок? Кто новичок? Хорошо. А кто углубленно изучает биологию? Хорошо. У нас сегодня 50-50 в зале, половина. Отлично. Значит, будет интересно всем. Постараемся давать интересный материал и продвинутым, и новичкам. Я могу попросить чуть потише или не стоит? Не стоит. Хорошо. Редактирование генома с помощью тех агентов, которые называют вирусами, можно сделать в том случае, когда мы знаем, в чем состоит проблема, в чем состоит поломка. И развитие технологий за последние 20 лет позволило значительно улучшить эту область медицины, биологии, науки в целом, и в частности, биоинформатики. Затем третьим пунктом мы рассмотрим, как применяется генная терапия в офтальмологии, а также затронем только краешком очень тонкий и эмоционально важный вопрос редактирования геномного материала человека на ранних стадиях, то есть на стадии эмбриона. Если у вас возникают вопросы, вы можете задать их после, мы обсудим, либо прислать по WhatsApp. Также презентацию я могу выслать вам позже по e-mail, который вы укажете. Итак, для начинающих. Наше тело состоит из клеток, которые в среднем выглядят вот так, как сферические структуры, внутри которых находится ядро, которое содержит материал, который отвечает за то, какими мы являемся, какого мы роста, какого у нас цвета глаза и наши особенности. У человека 23 пары хромосом, в отличие от других животных, растений, насекомых. И в зависимости от того, какими свойствами обладают хромосомы, в каждой из которых находятся гены, будет зависеть то, как мы видим, как мы слышим, насколько быстро мы можем бегать. Для того, чтобы узнать последовательность нуклеотидов в генах, а совокупность генов называется геномом человека, существует четыре различных по подробности методик секвенирования, то есть распознавания подробностей последовательности ДНК. ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота. Это та цепочка молекул, которая кодирует информацию, то есть является по сути USB-накопителем в клетках нашего тела. Поэтому началом эры распознавания генома человека явилось открытие Сенгера. Эта мысль пришла ему по пути домой, когда он вечером ехал с работы, и идея проверки последовательности нуклеотидов в ДНК была настолько изящной, что этот метод секвенирования по Сенгеру стал золотым стандартом. Давайте посмотрим на видео, как происходит проверка последовательности ДНК методом Сенгера. С учетом того, что в нашем теле, в ДНК, есть всего четыре типа нуклеотидов, А, С, Г, Т, аденин, тимин, цитозин и гуанин, мы можем разрезать цепочку ДНК строго в определенных местах, то есть в расположении одного и того же нуклеотидов, в данном случае гуанина. Эти ферменты, которые разрезают цепочку ДНК, называются рестриктазами. Таким образом, проверив расположение нуклеотидов гуанина, аденина, цитозина и тимина, мы будем знать, в какой последовательности они располагаются в геноме. И по результатам секвенирования по Сенгеру мы получаем вот такую картину, где четырьмя разными цветами кодируется последовательность нуклеотидов в генах. Но для того, чтобы узнать последовательность гена, а у нас всего 3 миллиарда пар нуклеотидов, то есть наша ДНК состоит из 6 миллиардов букв. Потребуется очень много времени и денег, чтобы секвенировать геном по Сенгеру. Поэтому со временем многие ученые задумывались о том, как же сделать секвенирование более эффективным, быстрым, точным и дешевым, и пришли к способу массового параллельного секвенирования, или NGS, то есть секвенирование нового поколения, Next Generation Sequencing. И на данном слайде представлена иллюстрация методологии такого секвенирования. Несколько последовательностей участков ДНК копируются многократно. Этот процесс называется амплификация. Многократное копирование участков ДНК. И затем проверяют последовательность каждого из таких участков. И по результатам такого секвенирования получается огромное количество данных. То есть в отличие от килобайтных документов, результатов секвенирования по Сенгеру, начали получаться мегабайтные, даже гигабайтные файлы с результатами массового параллельного секвенирования. Дело в том, что секвенирование параллельно большого количества участков ДНК приводит к большому количеству ошибок. То есть метод довольно неточный. Поэтому эта неточность была преодолена количеством проводимого секвенирования. То есть чтобы избежать ошибки, а область генетики – это очень чувствительная область, где результаты заключения геномного секвенирования могут влиять на судьбы людей, если выдать неправильное заключение о наличии или отсутствии мутации, то можно поставить неправильный диагноз. Поэтому очень важно выдавать те заключения, точность которых на 99,99% точна. Поэтому чтобы получить при секвенировании новым методом более точные результаты, проводится многократное секвенирование одних и тех же участков. И эти участки мы видим серыми отрезками. И, к примеру, здесь представлено наличие мутации. И, к примеру, вот здесь мутация не обнаружена. То есть в определенном кусочке мутация не обнаружена. Но так как она обнаружена в 99 других кусочках, в данном случае порядка 20, то мы можем с уверенностью сказать, что все-таки мутация в этом кусочке присутствует. Есть вопросы по этому слайду? Это довольно трудный технологический материал, методология определения сиквенса ДНК. Затем мы перейдем к клинической части, которая более интересна. Мечтой генетика является получение всех данных о геномном состоянии, геномной совокупности человека. Поэтому после подробности NGS анализа, когда возможно одновременно секвенирование нескольких генов или нескольких сотен генов, ученые и клиницисты-исследователи пришли к необходимости и возможности секвенировать или весь геном, или 1,7% функциональной части генома, который называют экзомом. В каждом гене есть два типа участков. Экзоны – это активные участки, с которых идет чтение, из которых идет синтез белков или факторов транскрипции. И молчащие участки, так называемые интроны. Если сравнить геном с книгой, то экзоны – это открытые страницы, когда мы листаем книгу, а интроны – это закрытые страницы. В клинической практике используется и секвенирование генома, и секвенирование экзона. Экзома. Соответственно, разные генетические методы нацелены на поиск различных видов геномных нарушений. Этот слайд призван иллюстрировать те часто возникающие вопросы у пациентов, а зачем же мне делать еще один анализ, если я уже делал вот такой-то и такой-то. Дело в том, что хромосомные и генные нарушения могут быть разными. Могут быть маленькими, могут быть большими. Если происходит замена только одного нуклеотида, сингл-нуклеотид-полиморфизм или СНИП по-русски, то это так называемая малая замена. То есть происходит замена всего одной буквы на другую. Иногда это может никак не сказаться на здоровье или болезни человека. Но иногда такая замена может быть катастрофичной, потому что замена одного нуклеотида может приводить к значительным изменениям в функциях белка, который считывается с данного участка гена. Поэтому для того, чтобы проверить наличие СНИПов, нужно секвенирование. А для того, чтобы проверить наличие более серьезных аномалий, например, выпадение целой группы генов, не просто удаление одного нуклеотида из одного гена, а бывают такие ситуации, когда целая группа генов или даже участок хромосомы, в которой находится до тысячи генов, их может не хватать. Если происходит удваивание или делеция геномного материала, то также для того, чтобы проверить хромосомные нарушения, используют кариотипирование или фиш-анализ, то есть проверка наличия количества хромосом. Многим известный синдром Дауна, то есть трисомия по 21 хромосоме, является одним из таких примеров, что лишняя 21 хромосома приводит к тем изменениям, которые мы наблюдаем у людей с этим синдромом. У каждых диагностических тестов есть свои пределы возможностей. И это сказывается на тех цифрах, которые получают в заключениях врача. Когда пациент получает результаты генетического теста на руки, в нем довольно много сложной технической информации. Поэтому обычно оставлять человека наедине с результатами его генетического теста довольно опасно, потому что это приводит и к непониманию, и к удивлению, иногда к радости, а иногда к необоснованным депрессиям. Почему? Потому что каждый из нас несет 300 тысяч мутаций в себе. С учетом того, что у нас всего 6 миллиардов нуклеотидов, 300 тысяч — это не так уж и много. И человек, имея в своем арсенале такое количество изменений, делающих нас уникальными, организм приспосабливается и для многих даже серьезных мутаций в организме находятся пути, компенсирующие на клинической фазе, в клиническом виде проявление таких мутаций. Поэтому для того, чтобы понимать, какая точность теста, всегда в лаборатории пишут и количество прочтений, то есть чем больше прочтений, тем точнее этот тест, тем точнее мы можем сказать, с какой долей вероятности в данном участке находится мутация. И аналитическая точность приборов, на которых производился генетический тест. Лет 5 назад, наверное, даже 10, выявление той или иной мутации означало просто констатацию диагноза, подтверждение диагноза. И многие пациенты не совсем понимали, а зачем им нужен генетический тест, если лечения, даже в случае нахождения мутации, все равно нет. Ситуация кардинально изменилась с приходом эры генной терапии. Мы даже не задумываемся о том, что те лекарства, которые мы покупаем в аптеке и можем колоть в вену или в мышцу, несут в себе чудо технологических прорывов человека. И такие прорывы в областях онкологии и гематологии произошли несколько лет назад. Праздник начала эры генной терапии в офтальмологии мы будем праздновать через несколько дней. 12 октября будет ровно год с того момента, когда первый генный препарат в офтальмологии был одобрен к применению и прошел все проверки безопасности. Поэтому, если найдена мутация, то сейчас можно говорить о том, что надежда есть. Если известна причина мутации, причина заболевания, то есть надежда на то, что ее можно излечить, поменять, скорректировать, потому что технологии сейчас позволяют это делать. И судя по наблюдениям о том, что происходит сейчас в мировой научной общественности, скорость, с которой происходят открытия и разработка лечений, она ошеломляет. Моей областью специальности является офтальмология. Поэтому сегодня мы рассмотрим подробнее область генной терапии, то есть редактирование генов в офтальмологии. На этом слайде представлена схематическая структура глаза, передний отрезок с прозрачными линзами. По сути, глаз является фотоаппаратом. И передняя часть глаза является фокусирующей системой линз для того, чтобы на пленке фотоаппарата, то есть сетчатке, появлялось четкое изображение, и мы видели, что находится вокруг нас. Сетчатка имеет довольно сложное строение и состоит из нескольких типов клеток. Клетки в нашем теле имеют все, каждая свою строго определенную роль и функцию. Клетки печени имеют свое строение, у почек другое строение. Клетки глаза уникальны. Несмотря на то, что генетический материал в каждой клетке один и тот же, как я уже говорила ранее, геном похож на книгу. И в одних книгах, в одних клетках открыты книги на одних страницах, а в других клетках на других. То есть в разных клетках рабочими являются разные гены. По сути, это и делает клетки нашего тела различными. В сетчатке есть несколько типов клеток. И, к счастью, сейчас она довольно хорошо изучена для того, чтобы понимать, что произошло и что пошло не так, если мы наблюдаем низкое зрение с рождения у ребенка, например. Бывает так, что в здоровой семье у родителей, которые хорошо видят, неожиданно, к сожалению, рождается тот ребенок, который видит плохо. И зачастую причину этого понять можно, проведя генетический тест и некоторые другие клинические обследования, для того, чтобы понять, чем можно помочь в этой семье. На этой сложной для новичков картинке представлена группа молекул, которые находятся в мембранах тех клеток, которые были на прошлом слайде. И они и являются тем чудесным механизмом, который делает так, что мы видим предметы вокруг нас. Для меня, как было в начале работы в офтальмологии удивительным, так и через десятки лет остается удивительным тот факт, что какой-то луч света, который не является частицей, попадая на сетчатку, преобразуется в фотохимический импульс, таким образом, фотоэлектрический импульс, таким образом, изменяя конфигурацию огромного количества молекул в клетках нашего глаза, так, что мы видим. Это черное, это желтое, там красное. Поэтому этот механизм называется фототрансдукцией, то есть передачей зрительного сигнала. В этом процессе принимают активное участие порядка 300 белков. Лет 20 назад было невозможно подумать о том, что все эти белки будут изучены, структуры кодирующих их генов многократно проверены, и все модификации могут быть известны. Но сейчас это является рутиной, и все 300 генов можно секвенировать одним разом и проверить, есть ли правильная или нефункциональная структура того или иного гена. Для продвинутых я предлагаю остановиться чуть подробнее на этом слайде, назвав каждого из героев того процесса, которым мы называем зрение. Это ген родопсина. Наверняка он всем знаком. На нем есть штырек или курок, который называется ретиналем. Если мы едим морковь, в которой содержится бета-каротин, то при разрезании пополам этой молекулы бета-каротина мы получаем две молекулы ретиналя. Если молекулы проходят определенный цикл преобразований в клетке, то ретиналь преобразуется в ретинол и наоборот. Когда свет попадает на ретиналь, на цисретиналь, то ретиналь меняет конфигурацию, становясь трансретиналем. Это уже совсем дебри химии, и они призваны объяснить нам то, что клетки в молекуле ретиналя имеют различную конфигурацию. И этот процесс легче всего сравнить с курком пистолету. Курок взведен, это цисретиналь. Курок, спуск мы нажали, получили трансретиналь, потому что в состоянии транс, то есть по разные стороны от связи, молекуле находиться энергетически более удобно. Так вот, когда фотон попадает на ретиналь, то он активирует этот белок, который называется родопсин. А он, в свою очередь, активирует другой белок, который называется трансдуцин. И этот белок имеет три субъединицы, то есть состоит из трех частей. Трансдуцин активирует другой белок, который называется фосфодиэстеразой. Это фермент, который изменяют молекулы в клетке, а эти молекулы являются медиаторами, которые либо садятся на канал внутри мембраны, либо отпускают его, то есть уходят в пространство цитоплазмы и открывают канал. Я говорю об этом настолько подробно для того, чтобы у вас было понимание, в чем суть генной терапии. Потому что каждый из этих субъединиц, которые составляют белок, например, вот этот канал CNG, циклический gate channel, то есть канал, который находится на мембране фоторецептора и состоит из альфа и бета субъединиц. Он кодируется двумя генами. CNG-A в английской интерпретации CNG-A и CNG-B. В дальнейшем мы рассмотрим, что при поломке третьих модификаций, CNG-A3 и CNG-B3, происходит наличие такого заболевания, как ахромотопсия. То есть у человека все в порядке со зрением, кроме центральной области. И он не может различать цвета. Просто потому, что у него есть несколько точечных мутаций в субъединицах вот этого канала. Это апофеоз сложности этого слайда. Сложнее уже не будет. И здесь представлена иллюстрация того, насколько сложно клиницисту, врачу-офтальмологу, понять, а в чем же причина низкого зрения у конкретного пациента, если причина снижения зрения не лежит в рефракции. Например, бывает так, что человек пришел с жалобами на низкое зрение, ему прописали очки, и он стал хорошо видеть. К счастью, это большая часть случаев. Но иногда бывает так, что никакие очки не помогают. Тогда врач-офтальмолог начинает изучать подробно, в чем же причина. И когда врач-офтальмолог погружается в дебри, он приходит к вот этому слайду, на котором показано... Сколько здесь у нас кругов? Кто посчитал? Шесть кругов. Да, эти шесть кругов отражают шесть разных видов дистрофии сетчатки. Причем, так как они пересекаются, это означает, что признаки могут быть одинаковыми, а могут быть разными. И получается, в каждом из пересечений написаны списки генов, при мутации в которых приводят к той или иной болезни. Получается, что, например, в офтальмологии очень много непонятных терминов. И поэтому даже врачи с медицинским образованием из других специальностей иногда жалуются на то, что мы очень много непонятно говорим. Но, к примеру, при болезни Амаврос-Либера, который кодируется как LCA, Leber Congenital Amorosis, врожденный Амаврос-Либера. И пигментный ретинит, или в народе куриная слепота, когда человек плохо видит в вечернее время. Если мутируют вот эти гены, то мутация в этих генах может проявляться как в виде пигментного ретинита, когда поражены больше периферические структуры сетчатки, то есть не видно сбоку. Или как Амаврос-Либера, когда все совсем плохо, не видно и сбоку, и в центре. То есть в зависимости от серьезности мутации болезнь может проявляться либо пигментным ретинитом, либо Амавросом-Либера, даже если мутации в одних и тех же генах. Здесь приходит в голову метафора из математики. Едино-однозначное соответствие. Так вот здесь нет едино-однозначного соответствия, потому что мутации в одних генах могут приводить к разным клиническим картинам. И наоборот. Разные клинические картины могут быть обусловлены одним и тем же геном. И так, и так. Поэтому при дистрофиях сетчатки наследственного или генетического характера обычно диагнозы, которые слышат пациенты, звучит как врожденная стационарная ночная слепота, к счастью, это непрогрессирующее состояние. Называется дисфункцией, а не дистрофией. То есть на протяжении многих лет страта зрения остается стабильной. Синдром Ушера или Ашера – это нарушение и зрения, и слуха, и вестибулярного аппарата. Об этом мы поговорим позже. Синдром Барда-Бидля – это нарушение зрения и множество других нарушений системы органов. Короткие пальцы, нарушение гормональной сферы. Об этом мы сегодня подробно говорить не будем. Есть индексы, которые рассчитывают это. Если хотите, мы после лекции вам померяем. Ну что, переходим к самому интересному. Это к практическому влиянию на наши гены. Как же мы можем лечить те заболевания, которые приключились. И как всегда в сбалансированном мире герои могут быть злодеями, и злодеи могут быть героями одновременно. Казалось бы, такие напасти, от которых мы все каждую осень страдаем в виде вирусных заболеваний, как они могут помочь нам. А именно так и могут. Потому что вирусы имеют очень интересное свойство внедряться в геном и делать свое черное дело. Но мы можем попросить вирус делать не черное дело, а хорошее белое дело. Собственно, в этом и состоит суть генной терапии. Есть тропность вирусов. Вирусы могут быть безвредными для человека. Например, они поражают животных или определенные группы животных. И вредными для человека. Для лечения наследственных генетических заболеваний человека используются те вирусы, которые для человека безвредны. То есть изначально нет никаких рисков того, что человек заболеет, даже если используют этот вирус. По сути, вирус нужен для того, чтобы доставить нужный правильный участок ДНК в нужное место в геноме. Для того, чтобы он начал там хорошо работать, чтобы с него синтезировались правильные молекулы, которые приведут к тому, что острота зрения будет лучше. Поэтому суть вирус-векторной терапии заключается в том, вектор переводится как направитель. То есть вирусный вектор это участок вируса, который направляет ту таргетную целевую ДНК, которую мы на него сажаем, для того, чтобы отредактировать поломанный участок. Поэтому суть в том, что в больные клетки с помощью вируса в ядро имплантируется здоровый участок гена, и клетки начинают нормально работать. В данном случае показаны клетки уха. Они, кто знаком с биологией, состоят из полукружных канальцев и улитки внутреннего уха. Полукружные канальцы отвечают за баланс и равновесие. И в зависимости от движения жидкости в этих канальцах мозг распознает, в каком положении находится тело. В горизонтальном, вертикальном или в наклонном. Также во внутреннем ухе, в зависимости от длины этих цилий или ворсинок, вот таким образом, мы распознаем, насколько низкий или высокий тон. Клетки сетчатки по строению похожи на вот эти цилии. Поэтому при поломке определенных генов могут страдать как клетки глаза, так клетки уха, и так клетки вестибулярного аппарата. Поэтому такое заболевание называется синдромом Ушера. И оно является, на самом деле, очень грустным, потому что у пациента происходит депривация более 90% информации, которая поступает от сенсорных органов. Если по-русски, и более легким языком, то это говорит о том, что многие системы и слуха, и зрения, и баланса нарушены. И не всегда такие пациенты воспринимаются адекватно в обществе, потому что многие называют их пьяницами, потому что они натыкаются на все подряд, и у них походка шатающаяся. Поэтому это просто напоминание нам о том, что не всегда нужно судить только по внешнему виду человека. Методы доставки лечения могут быть различными, но показано, что для прицельного исправления функций клеток сетчатки лучше всего и эффективнее всего вводить их под сетчатку. И технологии оперирования сетчатки настолько значительно развиваются за последние 10 лет, что для непосвященных наблюдателей, например, даже для меня, я не являюсь хирургом, но наблюдаю за тем, как уменьшается травматизм глаза при операциях. Если раньше разрез был 2 мм, потом 1,8 мм, то сейчас это 1,5 мм и меньше, что практически исключает различные инфекционные осложнения и боль после операции. Так вот, толщина иглы, которую внедряет доктор для лечения наследственных дистрофий сетчатки, сопоставима с толщиной человеческого волоса, то есть в несколько десятков раз толще. Не намного толще. На этом более сложном слайде показаны подходы к генной терапии в офтальмологии различных видов. С заинтересованными мы можем это более подробно обсудить после в кулуарах. Но суть здесь в том, что можно вводить лечение в стекловидное тело. И такие операции сейчас производятся очень много в мире. Это называется интравитриальная инъекция. Например, возможно, вы слышали кому-то из ваших родственников при диабете зачастую предлагают делать малоинвазивную операцию, введя определенный препарат внутрь стекловидного тела. Но для генной терапии лучше все-таки вводить препарат под сетчатку, потому что так доставка лекарства осуществляется более прицельно, меньше побочных эффектов и больше полезных эффектов. Начало эрогенной терапии в офтальмологии идет корнями в 2000 год, когда нечаянно было обнаружено, что у особых собак породы Брияр вследствие мутации в гене РПЕ-65. Этот ген находится в пигментных клетках сетчатки. И лабораторными методами получилось впервые изменить функцию генов в этих собаках. Всего однократная инъекция привела к тому, что слепые от рождения к собаке начали видеть, перестали натыкаться на предметы, начали играть в мяч. Для лабораторной медицины и для исследований на тот момент это было прецедентом. Раньше ни у кого не получалось, не удавалось так значительно повысить остроту зрения. Поэтому с счастливым завершением этой долгой дороги по поиску методов генной терапии в офтальмологии 17 лет занял этот путь, когда в 2017 году, 12 октября, было одобрено лечение гена РПЕ-65 препаратом Люкстурна. Здесь мы видим скриншот Рос Минздрава США, так называемого FDA, Food and Drug Administration, и той компании, которая проводила разработки. И вот это было совершается у нас на глазах чуть меньше года назад. Этот препарат называется Люкстурна, по научному международное название у него VORITYGEN Непарвувек, что описывает тот тип вируса, который несет нужный ген, и тот метод, которым происходит замена функции нерабочего гена. У каждого ядра есть своя система защиты, то есть оболочка, через которую вирус должен проникнуть. Поэтому капсид вируса, то есть оболочка вируса остается снаружи, а нужная таргетная ДНК проникает внутрь. Вирусы под электронным микроскопом выглядят следующим образом. Я предлагаю сначала пропустить эти слайды и посмотреть видео, а потом уже вернуться к ним. Я буду комментировать на русском языке. Как я уже говорила, около 200-300 генов, ответственны за развитие дистрапии А скажите, стоит ли переводить или нет? protein completely, either of which can cause disease. In gene therapy, a functional copy of the gene is delivered into a patient's own cells. Normal protein that is produced from a functional gene has the potential to correct the underlying cause of the disease and provide restorative therapeutic benefit. Gene therapy uses engineered viruses to deliver genes into cells. These are called viral vectors. Vectors made from adeno-associated virus or AAV are especially well-suited for treating retinal diseases. AAV is a small, simple virus that elicits only a weak immune response and has never been shown to cause disease in humans. In gene therapy, the two native AAV genes are removed and replaced with DNA that contains a functional gene with instructions to produce a normal protein. The DNA also contains a promoter, which drives production of the functional protein. The promoter and gene are flanked by signals called inverted terminal repeats that allow the DNA to be packaged inside the protein shell of the AAV vector. AAV vectors are delivered to cells in the retina by routine ophthalmic delivery methods, such as intravitreal or subretinal injection. Once administered, AAV vectors enter the patient's cells and deliver a copy of the functional gene directly into the nucleus. Once inside the nucleus, the functional gene can support the production of the normal protein and correct the underlying cause of the disease. Genetic defects in the eye can cause vision loss or blindness and gene therapy can provide a long-lasting therapeutic benefit. AGTC is using its technology to develop gene therapies for rare, inherited retinal diseases that currently have no treatments. One of these diseases is achromatopsia, an inherited retinal disease which is present from birth. Achromatopsia results in markedly reduced visual acuity, extreme light sensitivity causing day blindness and complete loss of color discrimination. The retina is a layer of cells at the back of the eye. In a healthy eye without achromatopsia, special cells in the eye called cone photoreceptors convert light into an electrical signal which is transmitted across the layers of the retina and then to the brain for visual processing. In an eye with achromatopsia, cone photoreceptors in the retina are unable to convert light into an electrical signal. The most common causes are mutations in one of two genes called CNGB3 and CNGA3. In gene therapy, an AAV vector containing a normal CNGB3 or CNGA3 gene is designed to provide the instructions for normal CNGB3 or CNGA3 protein and restore cone photoreceptor function. By introducing a functional copy of a gene into a patient's cells, gene therapy is able to correct the underlying genetic defect that is causing disease. The functional gene, delivered by an AAV vector, is thought to remain stable for many years, which suggests that gene therapy has the potential for long-lasting clinical benefits after a one-time administration of the vector. AGTC has a significant intellectual property portfolio, expertise in the design of gene therapy products, and expertise in the formulation, manufacture, and physical delivery of gene therapy products. For more information, please visit www.agtc.com. gene therapy is to help correct the genetic disease by providing a functioning copy of the gene to make up for the genetic defect. In the laboratory, a functioning copy of the gene is packaged into a lintiviral vector. This is a modified virus that acts as a transport vehicle for the functioning gene. The lintiviral vector delivers the functioning copy of the gene into stem cells taken from the patient. The gene is then inserted into the DNA of these cells. In recent years, scientists have made improvements in these vectors and continue to study gene therapy as a treatment for many different diseases. including cancers, blood diseases, central nervous system disorders, and immune system diseases. More than 1800 clinical trials have been conducted using different types of gene therapy in various diseases. to avoid the use of the new semen to make up for the gene. глазные заболевания здесь перечислены в разделе неврологических, так как глаз является выростом мозга. Так, вопросы. Есть вопросы? По сути, используются разные типы вирусных носителей для лечения разных проблем с сетчаткой. Бывает, что ломается маленький ген по размеру, и тогда аденовируса хватает для того, чтобы поместить его в геном для восстановления нормальной функции сетчатки. В случаях, если ген большой, а это встречается довольно часто, необходимо использовать другие вирусные носители. И зачастую это лентивирусы. И технология применения лентивирусов за последние годы развелась довольно значительно. Если раньше она составляла около 1% всех вирусных векторов, то сейчас порядка 7%. Если ген настолько длинный, что он не влезает ни в аденовирус, ни в лентивирус, то применяются различные методы, например, разрезания гена на несколько частей и доставка гена частями. Как вы понимаете, каждый дополнительный этап многократно усложняет подходы к лечению. Поэтому здесь эта область науки, медицинской науки, очень емко. Здесь представлены разные виды вирусов. Аденовирусы, аденоассоциированные вирусы, наиболее часто использованные. Ретровирусы, они немного уступают другим вирусам по количеству осложнений. И лентивирусы. И вот здесь мы видим старая диаграмма 1,7%, сейчас до 7%. В аденоассоциированные вирусы помещаются гены длиной до 5000 пар оснований. Пары оснований в английской литературе звучат как base pair. Поэтому килобазы почти как килобайты. Это тысячи пар оснований. То есть в аденоассоциированные вирусы, вирусные векторы, помещаются желательно гены не больше 5 килобайт. Здесь написано, что при комбинации двух и более различных видов вирусных носителей можно использовать трансфекцию и более длинных генов. Мы об этом говорим подробнее потому, что мы встречаемся с теми людьми, у которых есть явная потребность в коррекции генов довольно большого размера. Например, тот синдром Ушера, о котором мы говорили, или Ашера в английской литературе, зачастую мутирует ген миозин. Это моторный белок, ресничек, который находится и в сетчатке, и в ухе, и в вестибулярном аппарате. И полная длина этого гена составляет примерно 6,7 килобаз. И здесь в науке генетики настолько много технологических подробностей, что начав изучать эту тему, можно посвятить ей всю жизнь, потому что сложно, но очень интересно. И, например, говоря о длине гена, мы здесь говорим о экзонах этого гена, то есть совокупности кодирующих участков гена. Поэтому, если выяснится, что мутации в интронах тоже приводят к нарушению функции, тогда нам необходимо будет вставлять еще и интроны гена. В таком случае длина вставки должна быть еще больше увеличена. На этой правой части показана схема методологии перекреста для правильной сборки участков доставляемого гена. И здесь, конечно, эта методология не идеальна, и процент ошибок присутствует. Я здесь подробнее остановлюсь на ошибках при доставке вирусных векторов, потому что это очень чувствительная зона. Так как разрабатываемое лечение стоит сотни тысяч долларов, то проведя инъекцию под сетчатку, что тоже довольно серьезная процедура, требующая идеальной стерильности в операционной, проведя такой укол и получив один или два процента осложнений в виде неправильной сборки, такая ситуация никому не нравится. Ни пациентам, ни докторам, ни Минздраву, ни FDA. Здесь для того, чтобы вы ушли домой с take-home message, я бы хотела подробнее остановиться на тех заболеваниях, для которых генная терапия уже более развита. Например, имеется порядка 300 разных видов дистрофии сетчатки, но есть счастливчики, это те люди, для которых лечение уже доступно, например, при амаврозе либера, и те люди, для которых лечение будет доступно в ближайшие годы. Вот-вот. То есть за последний год с разрешения препарата люкстурны вдохновленные исследователи, ученые, клиницисты и, естественно, финансовые структуры стали разрабатывать большое количество аналогов таких препаратов, но нацеленных на коррекцию других генов. И вот здесь они представлены. Это ахроматопсия, рекламный ролик компании мы с вами посмотрели, амавроз либера, другие модификации препарата, корректирующего функцию РПЕ-65, ретина шизис, ретина – это сетчатка, шизис – это расслоение, то есть это заболевание, которое встречается в основном у мужчин и приводит к довольно серьезным изменениям, особенно центрального зрения. Хориоидоремия вызвана патологией гена CHM и тоже есть надежда на довольно скорое применение и разработку генной терапии. О пигментном ретините мы с вами уже говорили. И за развитие пигментного ретинита, то есть куриной слепоты, отвечают порядка 150 генов. На том слайде с шестью кругами, самый большой круг в центре, был как раз посвящен пигментному ретиниту. Поэтому здесь важно понимать, что при разных формах пигментного ретинита разные перспективы и прогнозы по остроте зрения и по разработке лечения. При некоторых формах пигментного ретинита лечение уже вот-вот будет, а при некоторых более редких или более сложных формах для лечения оно еще пока в разработке. Вообще хотелось бы отметить, что вот эта область медицины считается одним из передовых краев науки. То есть пока говорить о широком массовом применении этих методов лечения, к сожалению, не приходится. И из-за сложности разработки лечения, и из-за дороговизны лечения, и, к счастью, из-за редкости наблюдаемых мутаций. То есть обычно частота наследственных дистрофий сетчатки меньше, чем 1 на 5 тысяч. И в зависимости от формы заболевания это может быть 1 на 5 тысяч, а может быть 1 на миллион. И бывает так, что, и, собственно, так и происходит, что люди с одной и той же проблемой сейчас в эру интернета имеют возможность находить друг друга для того, чтобы вместе, общими усилиями находить и разрабатывать лечение. Например, насколько мне известно, есть группы пациентов с подтвержденным синдромом Ушера второго типа, которые сообща создают фонды и ищут разработку лечения непосредственно для коррекции гена тем людям, у кого он мутирован. В одном из видео мы уже с вами видели о том, что генная терапия применяется не только в офтальмологии. И, по сути, офтальмология является третьей по счету областью медицины, в которой генная терапия уже очень продвинута. В связи с тем, что инвестирование в поиск лечения от рака, онкологических заболеваний, огромный и также серьезный, угрожающий жизни гематологические заболевания, онкогематология, лимфомы, лейкозы, лечение с помощью генотерапии в этих областях значительно более продвинуто. Ну, как мы видим, гемофилия, муковисцидоз – это наследственное заболевание, влияющее в основном на правильную работу легких, то есть неправильно формируется та субстанция в легке, которая позволяет дышать нормально. Рак молочной железы, талосемия, лейкозы, ВИЧ, хориудеремия, о которой мы с вами уже говорили, пигментно-ретинита и амаврос-либера – это последние три офтальмологические диагнозы. Этот сложный слайд нацелен на то, чтобы познакомить вас с той процедурой, которая требуется для одобрения разрабатываемого лечения. Как все происходит? Для того, чтобы разработать лечение, необходимо сначала сформулировать гипотезу, теорию, как и каким образом нужно изменить, скорректировать ген, чтобы у тех пациентов, кому будет произведено лечение, произошло восстановление функции. Обычно это делают либо в компьютерах с помощью специальных программ, либо на культурах клеток. Затем проверяют гипотезу в лаборатории уже на животных. Чаще всего на мышах или на более высокоорганизованных животных. На мой взгляд, лично мое мнение, со временем хотелось бы вот эту часть проверки на животных каким-либо образом исключить, так как, к примеру, мыши достаточно сильно отличаются по зрению от человека, так как они в основном ночные животные. А у ночных животных сетчатка в основном нацелена на восприятие в темноте. Поэтому, так как сейчас фазы проверки безопасности лечения на животных не избежать, то это называется преклиническая, доклиническая фаза разработки. Затем, когда на животных показана безопасность и эффективность проводимого лечения, начинаются исследования на людях, и они не страшны, потому что набираются добровольцы и производится проверка безопасной дозировки уже проверенного препарата на более ранних фазах. И всего есть 4 фазы клинических исследований. Первая, вторая, третья и четвертая. Первая – наблюдательная, вторая – проверка безопасности, третья – проверка эффективности, и четвертая – проверка уже после того, как препарат разрешили в широком применении на наличие осложнений после лечения. Вот такие 4 фазы. Они есть во всех областях медицины, не только в офтальмологии. Вот так выглядит глазное дно нормального человека, здорового человека. А при патологии периферической части сетчатки мы видим, что в ней скапливаются костные тельца, так называемые, то есть выщелачивание пигмента на поверхности сетчатки. И, конечно, с таким строением сетчатки видно довольно плохо. Вот здесь мы видим то, как ориентируется, не задумываясь, человек в магазине. А на этом слайде мы постарались смоделировать с участием пациента, у которого есть пигментный ретинит, как же он видит. То есть объяснить другим людям, в чем же проблема со зрением, не так просто. Потому что, как мы уже знаем из видео, в том числе, у нас есть две части сетчатки, одна центральная, другая периферическая. Центральная отвечает за цветовосприятие, периферическая – за широту обзора и за ночное зрение. Поэтому при пигментном ретините или синдроме Ашера страдает периферическая часть. То есть человек, по сути, долгое время не замечает, что у него что-то не так, пока не остается 30% клеток. А не замечает он, потому что у нас два глаза, и они компенсируют свою функцию. Да, каждый из нас так посмотрел по сторонам, все ли я вижу вокруг. И это действительно очень важно делать, проверять. И этот метод обследования называется периметрия. На аппарате периметр, который проверяет обзор и насколько широкий у нас угол зрения. Этот метод обследования нужно проходить каждому, после 40 лет, каждый год. ну и один-два раза в детском возрасте, когда уже есть понимание, как делать это обследование, для того, чтобы исключить патологию. После применения лечения пока еще нет четкого понимания, как же будет видеть человек после применения генной терапии. Потому что пока таких пациентов мало, и у них свое представление и свое описание того, как же они видят. На самом деле я не скопировала видео, которое было снято в марте 2018 года. После полугодового применения препарата Люкстурна мальчик рассказывает свой опыт. И то, что у него поля зрения расширились на 15-10-15 градусов, и он начал ездить на велосипеде в темноте. До того, как он этого делать не мог. Потому что при куриной слепоте очень плохо видно в темное время суток. Кому будет интересно, я могу скопировать или прислать ссылку на это видео. Дальше идет серия слайдов, показывающая красоту строения сетчатки. И просто иллюстративный материал, чтобы ответить на некоторые ваши вопросы о том, как же выглядит сетчатка под электронным микроскопом, например. Вот такие клеточки мы видим. Это колбочки, а вот это длинные вытянутые палочки. Вот так устроен цилиарный ресничный аппарат в фоторецепторах, как мы уже с вами говорили, и в ухе, и в вестибулярном аппарате, и в сетчатке. И вот здесь углубленным биологам можно будет уточнить, что это выглядит практически как центриоль. Различие только в центральных. Правильно я понимаю? В центральной части того стержня, на правильности которого, как стержень, как основа, базируется функционирование сетчатки. Вот здесь мы видим сетчатку, ухо и вестибулярный аппарат. В основе правильной работоспособности клеток лежит комплекс белка верлин. И этот комплекс содержит в себе несколько десятков молекул. Как в случае с фототрансдукцией, мы видели, что при мутациях в родопсине может развиваться пигментный ретинит, при мутациях в гене фосфодиэстеразы может развиваться проблема со зрением, и при мутациях в гене каналов может развиваться, например, ахроматопсия. Также и здесь при патологиях верлинового комплекса может развиваться проблема пигментного ретинита или синдрома Ушера. Поэтому, собственно, мы и видим, что такая сложная и разнородная группа болезней мутаций в 150 генах приводит к одним и тем же похожим клиническим проявлениям. Вот этот рисунок создан одним из членов нашей команды, и он отражает интерактом, то есть совокупное взаимодействие белков верлинового комплекса и отражает те гены, которые чаще всего мутируют при синдроме Ашера или Ушера. И вот здесь они отмечены разным цветом, разные механизмы. У кого будет желание, мы потом подробнее можем в кулуарах это обсудить. Но здесь на рисунке представлена иллюстрация проверки это на животных, эффективности подходов к лечению. Вот здесь мы видим, что в нормальных клетках верлин светится зеленым цветом, а в больных мышах этого белка нет. Если мы провели лечение с помощью вот такого аденоассоциированного вируса восьмого сиротипа геном верлином, то снова начинает светиться ген верлина. То есть это очень наглядная методика проверки эффективности лечения. То были морфологические срезы, а это функциональная проверка. В норме мыши спокойны, и они движутся по клетке вот по таким траекториям. Если у них проблемы с вестибулярным аппаратом, то есть мыши с синдромом Ашера, то они хаотично бегают, и у них нет понимания баланса и равновесия. И после лечения, с помощью генной терапии геном верлина, мыши снова начинают нормально двигаться по клеткам. Здесь показаны морфологические срезы того, как ломаются фоторецепторы. И вот это неправильная работа верлинового комплекса. Собственно, должны быть ровные стержни в целярных клетках. Они вот таким образом, как, знаете, рожь на поле после урагана. Все ложатся в фоторецепторы. Немного клинической части. Кроме периметрии, запишите этот метод обследования, который тоже желательно делать каждому. Он называется OCT, или по-русски ОКТ. Оптическая когерентная томография. В свое время, около 20 лет назад, этот метод совершил огромный прорыв в офтальмологии, потому что раньше невозможно было узнать структуру сетчатки, не разрезав глаз и не посмотрев под микроскопом структуру клеток сетчатки. Этот аппарат за секунды, не касаясь глаза, проверяет структуру слоев сетчатки. Ту, которую мы с вами видели в первоначальных слайдах. Красным, самым плотным, показан пигментный слой сетчатки, который защищает глаз от избыточного засвета. Сетчатка – это равномерная структура, очень тонкая и очень хрупкая, нежная. И в центральной зоне она имеет ямку, которую мы видим здесь на слайде. Эта ямка называется центральная зона, или макула. И на этом слайде мы видим, что все слои более-менее сохранны. пигментный слой фоторецепторов и слой наружных нервных клеток. Вот здесь темное – это область стекловидного тела. То есть мы смотрим на глаз изнутри. То есть свет попадает в глаз сверху. Кто может сказать, что он видит на этом срезе OCT у пациента? Это норма или патология? Да, правильно. Вот здесь видите, толстый какой. Что-то еще? Да, все верно, молодцы. Смотрите, вот дырочка тут, которая заполнена жидкостью. Это называется киста. Она тут маленькая. Киста. Или субретинальный отек. Так, отлично. Многие офтальмологи уже. Да? Вот это? Да, все верно. Ну, молодцы. По сути, требуется довольно много опыта, чтобы посмотреть десятки, сотни, тысячи нормальных OCT и патологических OCT, оптических конгерентных томографий, чтобы понять, это норма или патология. Но в данном случае даже одного вот этого исследования хватит, чтобы поставить такой редкий диагноз, один на сто тысяч, как ахроматопсия. Поэтому вот наличие вот этого пузырька или отсутствие структурированного слоя только в центральной зоне сетчатки. Опять же, вот на следующем видно намного более подробно. Вот здесь, и вот здесь я специально увеличила, чтобы показать вам, что по сути, это электронная микроскопия прижизненная с помощью света, потому что это анализ отражения светового луча, который аппарат помещает в глаз. И вот здесь мы видим, что в центральной зоне сетчатки, в слое фоторецепторов, нет хорошо структурированного слоя наружных отделов колбочек. То есть, по сути, этот диагноз ахроматопсия. И его нужно верифицировать, то есть подтвердить с помощью генного обследования, секвенирования, о котором мы говорили в первой части лекции. Это мы уже с вами смотрели, и это мы уже с вами смотрели. Если у вас есть запал и желание, мы можем посмотреть более подробно технологии геномного редактирования, которая называется CRISPR. Есть желание? Отлично. Я пока предлагаю вам подготовить вопросы. Если они будут суперсложные, обсудить чуть позже. А если какие-то более легкие, наверное, обсудить вместе. Да, вот так. Обычно мы так... Проверка генетическая стоит порядка 35 тысяч рублей. А генная терапия признана самой дорогой в истории человечества. 22 миллиона рублей. На оба глаза. Один глаз 11 миллионов рублей. Чудесность этой терапии в том, что необходимо единоразовое применение препарата, так как он встраивается в геном, и потом на протяжении жизни с него считывается нужный белок. Пока у всех пролеченных эффект был. Их не так много, десятки человек, но у всех эффект есть. Это колоссальное число. Это делает человека из инвалида, не инвалида. Это не проценты, это градусы полей зрения. То есть, если мы вернемся к той схеме, то вот от трубчатого зрения у человека поля зрения расширились. Я приведу пример, и вы можете их множество увидеть в YouTube. Как реагирует человек с пигментным ретинитом? Вы на него смотрите, он на вас смотрит. Он видит, он видит только ваше лицо. Если вы ему протягиваете руку, он ее не видит. Поэтому у этих людей колоссальное количество травм, потому что они не видят бордюров, ветки деревьев, машины. Это очень тяжелая патология. И, казалось бы, центральная зона сетчатки очень важна для того, чтобы читать. Если есть проблема в центральной зоне сетчатки, то есть все вокруг более-менее видно, а в центре большое серое непрозрачное пятно, то это тоже человек-инвалид. Особенно, если его работа связана с какими-то тонкими, требующими зрительных затрат, процессами. Но все-таки те пациенты, у которых страдает периферическое зрение, они страдают больше, потому что у них травматизма больше. Поэтому эффект от терапии, который позволил расширить поле зрения с 5 градусов до 15 градусов, делает этого человека почти полноценным по зрению, потому что позволяет видеть и человека, и протянутую руку, и перестать спотыкаться, и видеть то, что вокруг. К счастью, да, делают. Перепарат в России не зарегистрирован. В клинических исследованиях. Да. При остальных видах рака... Вопрос в том, применяется легендная терапия только при онкологических заболеваниях молочной железы. При этих заболеваниях больше всего разработано методов генной терапии. Но не только онкология молочной железы лечится с помощью генной терапии. Другие виды рака тоже есть разработки по генной терапии. О сети, да? Я могу повторить, озвучить, если кто-то не слышал. Вопрос состоял в том, что чтобы подтвердить диагноз, необходимо пройти процедуру обследования. Она уже довольно стандартная и определена. Необходимо проверить поля зрения, периметрия, посмотреть глазное дно, измерить давление в глазу, провести оптическую когерентную томографию ОСИТИ и проверить функциональность клеток сетчатки. Это делают с помощью ЭФИ, электрофизиологических исследований. Это как ЭКГ, но только в сетчатке. Этот процесс называется ЭРГ, электроретинография. Вот те клинические методы, которые надо сделать для того, чтобы иметь картину. Дальше мы делаем генетический тест и обследование врачом-генетиком. Для этого собирается семейный анамнез. Есть ли у кого-то в семье еще похожее заболевание? Потому что это очень сильно уточняет диагноз и упрощает поиск конкретного гена. Обычно секвенируют того, кто обратился за помощью. И если необходимо подтверждение диагноза, то иногда запрашивают биоматериал родственников. Чаще всего это родители или братья, сестры или дети, в зависимости от возраста пациента. И проверяют, действительно ли именно этот ген является причинным в данном случае. У нас не так много ведущих глазных и генетических центров, которые занимаются такого рода проблемами. Это ведущие федеральные центры. Медико-генетический научный центр, институт глазных болезней. У нас несколько институтов. Во всех них ведется разработки, естественно. Это передовой край науки. В них тоже есть различные программы. Более подробно можно узнать на сайтах непосредственно на этих учреждениях. В той или иной мере программы запущены. В некоторых, если мы говорим… Я представляю частную компанию, компанию Офтальмик, о которой говорилось вначале. Мы работаем 10 лет, с 2008 года. И основные наши направления – это, собственно, поиск, диагностика и клиническая помощь тем пациентам, которые к нам обращаются. Чаще всего это пациенты с наследственными глазными заболеваниями. Нет, мы используем различные базы в зависимости от… У нас есть и свой набор оборудования, но чаще всего мы используем устоявшийся. Мы базируемся в Москве, на Ленинградском проспекте. Давайте сейчас посмотрим видео. Как вам такая идея? Давайте сделаем это и потом еще немножко вопросов, может быть. Это видео очень сложное. Да, да, да. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... Its two nuclease domains each make a nick, leading to a double-strand break. Although the cell will try to repair this break, the fixing process is error-prone, and often inadvertently introduces mutations that disable the gene. This makes CRISPR a great tool for knocking out specific genes. But making double-strand breaks isn't all CRISPR can do. Some researchers are deactivating one or both of Cas9's cutting domains and fusing new enzymes onto the protein. Cas9 can then be used to transport those enzymes to a specific DNA sequence. In one example, Cas9 is fused to an enzyme, a deaminase, which mutates specific DNA bases, eventually replacing cytidine with thymidine. This kind of precise gene editing means you could turn a disease-causing mutation into a healthy version of the gene, or introduce a stop code on at a specific place. But it's not all about gene editing. Several labs have been working on ways to use CRISPR to promote gene transcription. They do this by deactivating Cas9 completely, so it can no longer cut DNA. Instead, transcriptional activators are added to the Cas9, by either fusing them directly, or via a string of peptides. Alternatively, the activators can be recruited to the guide RNA instead. These activators recruit the cell's transcription machinery, bringing RNA polymerase and other factors to the target, and increasing transcription of that gene. The same principle applies to gene silencing. A CRAB domain fused to the Cas9 inactivates transcription, by recruiting more factors that physically block the gene. A more outside-the-box idea for using CRISPR is to attach fluorescent proteins to the complex, so you can see where particular DNA sequences are found in the cell. This could be useful for things like visualising the 3D architecture of the genome, or to paint an entire chromosome and follow its position in the nucleus. CRISPR has already changed the face of research, but these new ideas show that what's been achieved so far could just be the tip of the iceberg when it comes to CRISPR's potential. Whatever comes next, it seems the CRISPR revolution is far from over. So that's a lot of interesting things like that. And now, we can explain the question of the DNA. We can see the DNA, and we can see the DNA. We can see a similar thing, too. We can see the DNA across the picture if we went to a 지역 device. We can see it now. We can see the DNA across the country. We can see the DNA across the country. We can see it here. Вопросы? Кто понял меньше половины? Кто меньше 10%? А что было самое интересное на этом видео? Я хочу уточнить, здесь видео зависало, и это было настолько прекрасно, потому что здесь было все гладко, а здесь было вот такими движениями, что отражает exactly as it is in the cell. То есть в клетке оно также и двигается, потому что есть броуновское движение, и мы видим здесь молекулы, и они должны найти четкое положение. Я хочу обратить внимание, что на этом видео были представлены два типа молекул в основном. Это белок и ДНК. Белок – это та структура, которая состоит из аминокислот, и последовательность аминокислот в белке определяется ДНК. То есть получается, есть специальные белки, которые синтезируются с ДНК для того, чтобы разрезать ДНК, чинить ДНК, копировать ДНК или скручивать ДНК, например, гистоны. Поэтому основная идея этого видео в том, что здесь описана в подробностях та технология, которая называется CRISPR, у которой очень сложное название. И это полиндромные повторяющиеся короткие повторы, которые находятся через регулярные расстояния в определенных клетках. Они были открыты, этот белок, при изучении фагов. Фаги – это те организмы, которые питаются бактериями. И, соответственно, механизмы защиты бактерий от фагов и привели к открытию CRISPR. И этот метод позволяет очень точно, в очень изначально известном месте, разрезать ДНК по точно заданным координатам. Собственно, это открытие сделало прорывным дальнейшие разработки и изучение методов геномной коррекции. Потому что до этого метода процент ошибок при коррекции или при надрезании ДНК в определенных местах был слишком высок. А этот метод позволил сделать эти коррекции precise, очень точными. Поэтому я думаю, что основную идею этого видео можно обозначить вот этим. На видео также была показана идея, что на этот CRISPR-белок можно повесить хромотофор, то есть ту часть, которая будет светиться. И таким образом можно узнать, где в клетках, и там была цветная хромосома, где именно в клетке, на каких именно участках ДНК CRISPR обнаруживается, а на каких не обнаруживается. Поэтому я думаю, что на этом… Так, одну минутку давайте посмотрим. Ну, так выглядит белок и ДНК. То, что вы только что видели. Эта статья посвящена тому, что не все идеальное идеально, и что CRISPR тоже может ошибаться. И это тоже нужно иметь в виду при разработке лечения. И сейчас уже есть CRISPR-Cas, система Cas, это часть, тоже белок, который был озвучен в видео. Есть уже не только Cas9, но и Cas12. То есть технологии не стоят на месте, открываются все новые белки, которые более точны или применяются при определенных случаях для коррекции геномного материала. Давайте посмотрим. Давайте уточним ответ на этот вопрос. Кто может высказать свои предположения? Почему в офтальмологии генная терапия одобрена раньше, чем в других сферах мы не берем онкологию и гематологию? Например, почему при мутациях, приводящих к болезни печени, методов и препаратов по генной терапии меньше, а в глазу больше? Слушайте, как приятно в этой аудитории быть. Да, да, именно так. Во-первых, у печени сложно отследить результаты. Глаз изолированный орган можно легко проверить. Если что-то пошло не так, можно быстро починить. Например, лазерным воздействием в печени это значительно сложнее. И также таргетная доставка. Конечно, сейчас методы доставки тоже разрабатываются, уточняются и улучшаются, потому что каждая клетка и тип клеток имеют определенные белки на поверхности клеток. Поэтому как ключ к замку можно подобрать специальный ключик, который будет доносить ген в строго определенные клетки, в том числе, допустим, только печени или только глаза. Но в основном, благодаря тому, что у глаза очень специфические работающие гены и клетки особым образом устроены, генотерапия в офтальмологии одна из трех лидирующих. Онкология, заболевания крови и офтальмология. Генетические болезни можно, к счастью, предотвращать. Потому что если мы знаем, какие проблемы могут быть в семье со стороны генетики, то мы можем сделать так, чтобы мутантные, плохие, поломанные гены в следующие поколения не передавались. И это называется дизайнерские дети. Дизайнер-бэббис. И мы уже живем в эру дизайнерских детей. Просто сейчас эта часть в большей степени нацелена на исключение пороков, болезней, серьезных осложнений. Но пройдет лет 50. И, скорее всего, человечество будет выбирать цвет волос, глаз, рост, умственные способности, физические способности для своих детей. Это звучит жутко. Есть видеоролик, которым я уже делилась с коллегами. Могу выслать вам ссылку также. О том, как постепенно и незаметно для нас самих происходит это изменение. И дверь в эти изменения уже открыта. Так как тесты и пренатальный скрининг, генетический скрининг на серьезные генетические заболевания, это уже первые шаги к тому, чтобы человечество самоосознанно влияло на генофонд. То есть набор генов не у одного человека, а у группы людей, у всего человечества. Пример очевиден. Если раньше не делали тесты на трисомию, на синдром Дауна, то сейчас можно на довольно ранних сроках выяснить, будет ли у будущего ребенка синдром Дауна. И до сих пор решение остается, и я думаю, навсегда будет, за женщиной продолжать ли беременность или прервать беременность. И статистика показывает, что 9 женщин из 10 принимают решение не рожать человека с синдромом Дауна. Поэтому здесь психологический выбор людей. Он в одних случаях ясен, в других не ясен. И тот пример, который я приведу чуть позже, он удивителен, но он существует. Например, одна семья, у которой есть глухота. То есть это семья глухих, где папа и мама глухие. Проходили генетическое консультирование, и они попросили врача генетика, чтобы их ребенок тоже был глухим. Потому что так они будут жить в схожих мирах. И социальные особенности людей, их круг общения, методы восприятия мира, они чуть-чуть отличаются. И это был довольно громкий случай в Соединенных Штатах, те случаи, которые создают прецеденты. Когда после долгих обсуждений и медицинским сообществом, и в прессе было принято решение о том, что да, в этой семье дали возможность родить ребенка, у которого не было слуха. Вот на этой ноте мне бы хотелось закончить. И если есть вопросы. Вопросы? Мне кажется, все немножко даже загрустили после такой новости. Огромное спасибо вам, Марьяна. Мне кажется, что даже если мы не самые продвинутые биологи в этой аудитории, то вы просто суперинтересно все рассказывали, правда? Суперинтересно, максимально интересно. Не знаю даже как. Я рада. Спасибо. Да, и друзья, смотрите, заходите на Facebook и на сайт Летней школы, там анонсы о лекциях, так же, как и на нашем Facebook, республика.ру, от искусствоведения до науки, в основном это Летняя школа, конечно. Так что присоединяйтесь, спасибо, что вы сегодня были с нами на YouTube Республике и Летней школы, мы с ними поделимся. Да, вот, спасибо. 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 Спасибо.